дорогие рукодельницы предлагаю вам сегодня связать вот такой узор за очень интересный и вяжется довольно интересно давайте посмотрим схему в этой схеме есть петли которые как бы многих пугают когда смотрит вот японские схемы как бы такой я его называю дарижаблик с лапками вот такие петельки здесь одна лапка здесь сделать как бы и 9 3 даже получается здесь по 2 ласки выходит петли с наклоном влево мы с вами уже вязали скрещенную лицевую мы тоже вязали петли с наклоном вправо тоже вязали а вот эти дарижаблики мы еще не вами не вязали сегодня мы научно связать их как говорится не так страшно черта по умолю это эти дарижаблики так называемый вот это обозначает две петли вместе с наклоном вправо но здесь единственное что например вот такие значки там на ком револю вправо просто лицевая петля то здесь идет петля перекрещенная одна из двух петель будет перекрещена лицевая поэтому здесь как будет автоматическое изображение этот петля который перекрещена она будет вот сверху видят этот это как петелька изображения будет сверху над другой петлей это то что же направление вправо влево точно такая же только влево то же самое будет и вая петля перекрещенная провязка будет как вот эти петли за заднюю стеночку дальше на будут 3 петли вместе ведь весь как будто капелька такая 3 палочки 3 петли вместе здесь тоже одна из трех петель лицевая перекрещенная дальше идет нас такие же вот три ток наклона влево здесь тоже одна из петель перекрещенная лицевая петля и этот как бы указывать то что в этой крещенной петля она как бы сверху я ходу других петель получается как вязать я покажу немного так нужновато но не так уж трудно покажет на первый взгляд раппорт узора не очень большой 28 петель и 16 рядов высоту мы провяжем своим тот рисунок чтобы научиться вязать на моте петли если вы будете что-то вязать это изделие то просто раппорт берете по повторяйте нужное количество вам раппорта сделайте если например там что-то до конца но мало как бы раппорта 28 петель а вам например нужно от раппорта весь 15 петель вы их отсчитываете от начала раппорта и смотрите в общем то как бы рассчитывать сами и очень внимательно смотрите за накидами потому что есть например вот здесь будет накид у вас в ряд заканчивает ну там петка остаются при 10 петель и вести петель есть накид а уже провязки нет то получается что у вас каждом ряду рядом с каждым рядом будет новый как бы образовываться новые петли а куда это тоже смотрите просчитывайте так будет получать вопрос накид не сделать я провязываю петли там как лицевые изнаночные так смотри какой рисунок там будет вот на такой момент дальше начинается от рисунка сразу первого ряда предварительных никаких рядов нет тут ни первого ни второго будет этот ядич кстати это один мотив называет понимаю что значит них это мотив на наверное как будет вот как есть вот один полностью здесь вот данный картинки проведем давайте пройдем пара по рапорту первые ряд нас начинается кромочный как обычно накид две петли вместе знакомым в лесу опять накид две петли вместе знакомым влево вот и спектр они просто проведут обкновенным лицевыми петлями далее нас идет 3 изнаночных затем такой дирижаблик и ведь с одной эти вот палочку вот тут не очень заметно плохо печатать вот это две петли вместе с такого вправо но эти две петли они как бы скрещены провязываем за заднюю стенку дальше у нас идет как вы вязать такие петли я покажу особо обратно внимание хочу сказать что рапорт мы провязываем здесь полностью в 28 петель и 16 рядов я покажу вам не будет говорить там кого все от начала до конца здесь от рисунок потому что вот эти петель там все равно сложновато дальше идет изнаночная петля лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная накид изнаночная накид лицевая скрещенная изнаночная изнаночная и теперь вот это дирижаблик 2 петли вместе наклонным влево тоже как был лицевая скрещенная 2 петли вместе знакомым в левой скрещенной лицевой петлю как правильно называется петля затем 3 изнаночных 2 петли вместе наклона вправо лицевыми петлями обыкновенным накид 2 петли знакомым вправо и опять накид и заканчивается изнаночной пиктой дальше здесь все держится по рисунку ведь как вот этот если вы вяжете круговыми рядами то вяжите все как указано схеме если вы вяжете поворотным то вяжется наоборот зеркальном отражении теперь была изнаночная вот значит придет лицевая из петли вот эти все будут изнаночные лицевые петли значит они правят изнаночные пришел посмотреть что у меня ошибиться скрещенная лицевая вяжется изнаночной скрещенной наверх как обыкновенная изнаночная петля дальше здесь над накидами стоит лицевая петля значит изнаночная изнаночная петля и так до конца ведь она тоже так петля будет как бы изнаночной встречи на лицевой вернее изнаночной встречи на дальше у нас вот как бы 1 2 3 и 4 3 ты не будь рассказ потому что здесь вот эти петли одинаковые и там концы такие же наклон влево и наклоны вправо 5 ряда у нас начинается уже и до конца раппорта вот эти петли знакомо вправо знакомым влево 3 петли и следить по 2 5 либо только провязывать будет правильности то вот эти вот петли до конца практически провязыв 3 петли вместе и еще две петли вместе только в последней при последнем ряду 15 будет правят 2 5 месяцев тоже отобрать внимание что не ошибиться потому что уже как бы привыкаешь пока вяжешь а потом чисто автоматически провязываешь уже не две петли а три в конце вы хочет у вас печенье потай вот этим тоже очень внимательно следите вот этим накидом тоже внимательно следите и смотрите обязательно в изнаночном ряду как провязывать накиды потому что в некоторых местах есть что накид провязывать если здесь будет лицевой накид а ведь накид изнаночный вот это тоже момент смотреть здесь вот как я уже говорил здесь вот эти 12 наклоном влево 2 петли вместе 2 3 4 вот это 4 и при таких наклоном влево 3 петли вместе наклоном влево и давайте начнем вязать я буду показывать периодически чтобы вы знали как выглядит петля когда мы будем провязывать я вам покажу какой конкретный петель отправят на правая 28 петель вернее 30 и 28 петель рапорта 2 кромочные петли нарезать снимаем кромочную петлю дальше у нас идет накид 2 петли вместе наклоном влево снимаем как лицевой 2 петлю провязываем лицевой и про такт тем через с меня лицевую петлю через несколько провязанных пеку протаскиваем провязалось значит опять накид и еще одна петля знакомых грида снимаем петлю провязываем и протаскиваем 3 изнаночных петли дальше уже пойдет вот этот я покажу вам чтобы вы знали как он выглядит вот это будем вязать вот эту петлю это две петли наклона вправо с одной лицевой 3 крещины для того чтобы связать эту петлю нам необходимо левой петли не провязывая на правую снять две петли вот одна петля вот вторая мы сняли вот эту первую петлю мы провязываем за заднюю стенку вот таких вот захватываем сюда заводим и переносим ее обратно вот на эту петлю если у нас это получилось перевернуты вот она ведь она неровная петля рованы должна ровно лежать а этот кого перекрещенные вот это есть перекрещенная петля затем эту петлю мы снимаем тоже просто обыкновенно никому ее не перекрещиваем она как есть отличается так и есть потому что она у нас будет изнаночная петля и а дальше мы провязываем как обычно и две петли вместе поскольку мы уже вот этой крестили она у нас уже перекрещенная петля подхват мы две петли вместе вот они у нас и провязываем их ведь у нас получился вот эта петля которая была 2 она казалось как бы вот сверху а вот это вот который была первая она оказалась внизу и получился такой как бы наклон вправо пошел вот так это провязывать петля дальше у нас идет изнаночная петля лицевая скрещенная опять изнаночная петля опять лицевая скрещенная ряд меня за заднюю стенку так что вы встречи накид изнаночная петля опять накид лицевая скрещенной изнаночная петля опять лицевая скрещенная подхватом за задней стенку провязываем затем изнаночная петля дальше у нас идет лицевая петля скрещенная провязанная вместе дальше мы с вами будем вязать вот этот значок листья пока направление влево это значит перекрещивать 1 лицевая петля перекрещенная провязана вместе наклоном влево вот эта петля у нас будет считаться лицевой мы ее заводим за заднюю стенку как вы пришел и встреч на вязали и это точно так же не вот так подхватываем а заводим вот за эту заднюю стеночку вот нас петля вот у нее задней стенке вот мы за нее заводим и снимаем ее часть крещена ведь она как бы петелька такая образовалась вот так сюда идут неровно так как там должна лежать а перекрещенная вот сюда на как получается что она ложится вот на эту петлю задней петля задней полпитра ложится на переднюю полпитку мы ее сняли следующую петлю мы провязываем лицевой не перекрещивая провязали и затем вот этот перекрещенную петлю мы протаскиваем через провязанную вот видите как получилось и опять от первых петля у нас оказался поверх и и вот этот направление влево и ответить петель канала как бы такая вот эта вот петля которая должна была быть впереди она как бы оказалась сзади а задней впереди весит как будто покрыть перекрещены от получил вот за счет этого как бы дальше рисунку будет вывязываться и они будут очень интересно фактурно смотреться вот за счет их перекрещенных петель дальше у нас идет три изнаночных два два три привязали дальше две петли вместе наклона вправо обыкновенно не перекрещенной торговиной петли затем накид затем опять две петли вместе наклона вправо накид и последняя петля у нас изнаночные дальше провязываем кромочный рисовой первый ряд мы провязали второй ряд у нас будет изнаночный вяжется по рисунку как вот какие здесь петли выходит так вяжем но мы будем сразу смотреть как на схему вязания как я уже говорил если вы вяжут в круговой то и жить точно так же как они указаны схеме если вяжите ворот по рядами то это вяжется наоборот и если вы вяжете то слева направо читается схема если лицевом рядом и справа налево схемы считаем то в изнаночном ее начинаем вывязывать слева направо не избитые получился на не рисунка не вяжется снимаем кромочную дальше у нас идет изнаночная петля в лицевом вернее лицевая петля в лицевом она у нас была изнаночной здесь она у нас лицевая затем у нас идет 4 изнаночных петли 1 2 3 4 лицевом ряду они были 2 лицевые и 2 накида будем дальше у нас лет 3 лицевых ведущим ряду они были у нас изнаночные дальше вот это двери жабли который он у нас идет изнаночные скрещены изнаночные скрещены как обыкновенные значки вот это есть значит искречен дальше лицевая петля опять изнаночные скрещены лицевая изнаночные скрещены накид отправился изнаночные указаны лицевая значит мы провязываем изнаночной дальше наступать лицевая петля опять изнаночная дальше опять идет изнаночные скрещены лицевая изнаночные скрещены лицевая изнаночные скрещены и 3 лицевых 1 2 3 были была изнаночной скрещенной это был наш дарижабрик дальше у нас идет 4 изнаночных 1 2 3 4 здесь накид он вначале ряда очень плохо провязывать кромочная второй ряд мы тоже закончили дальше нас будет третий ряд в этом третьем ряду мы опять также две петли вместе будем провязывать 3 петли нас начнутся уже 5 ряда опять снимаем кромочную как я показывал может так кромочную снимать может так я вот сейчас решил как снимать дальше на лицевая петля 1 дальше идет накид 2 петли вместе с наклоном влево 1 снимаем как лицевую вторую провязываем лицевой и потаскиваем через снятую петлю затем опять накид опять две петли вместе с наклоном влево провязали дальше изнаночной петли а сейчас мы будем увязывать дарижабрик который с наклоном вправо или как его правильно называется две петли вместе с наклоном вправо прикрещенной лицевой снимаем две петли левой спицы на правую не провязываем затем подхватываем левую спицу за заднюю стеночку таким способом ее как бы переворачиваем созвитом как петля смотрит ровненько вот мы и подхватываем что за заднюю стеночку вот так вот она видна выходит воды и снимаем или снимаем здесь она у нас оказалась перевернута вот видите она как перекрученные здесь вот и третий вручный туда идет вот таким способом она поворачивает вторую петлю мы возвращаем обратно на левую спицу затем провязываем эти две петли вместе наклоном вправо у нас будут получаться подхватываем две петли и провязываем их вместе дальше у нас идет изнаночная петля лицевая скрещенная опять изнаночная опять лицевая скрещенная дальше у нас идет накид опять идет лицевая скрещенная накиды не забываем объекты следим очень внимательно дальше у нас идет изнаночная затем лицевая скрещенная за заднюю стеночку провязываем затем опять тут изнаночная петля опять лицевая скрещенная накид накид опять лицевая скрещенная изнаночная петля лицевая скрещенная накид опять лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная и изнаночная вот как бы чтобы не запутаться чередование за полицевая скрещенная значит называет крестной нам проще всего посчитать сколько лицевых и сколько изнаночных как бы парами провязать нет вот изнаночная лицевая начнем целая так сказать раз-два-три там посчитать по схеме скотка и провязывая разночный провязать крещеный раз отсчитали два чтобы не запутаться потому что стоит смотреть схем очень тяжело а так легко запутаться особенностью вот тут схема рапорта вязать как бы легко посчитать а когда у вас полотне там 100 петель даже больше это очень тяжело потом провязали дальше у нас идет дирижаблик как я называю с наклоном влево на перекрещенная лицевая с наклоном влево вот на здесь и все равно петля как будет перекрещенной от этой своей им опять точно также заводим за заднюю теночку снимаем от петлю она у нас становится перекрещенной дальше мы вот это нас петля изнаночная но мы и провязываем лицевой потому что мы здесь провязывал две петли вместе лицевой провязали затем и протаскиваем вот эту не провязанную петлю через провязанную вот наш бережа бы стал как будет направлением влево вести петля скрещенной вправлению получать дальше ответ изнаночная петля 2 петли вместе наклоном вправо провязываем перед переднюю стенку и петли не дальше накид опять две петли вместе к обыкновенной петли только умеет провязывать переднюю стенку получать на знаком справа дальше опять накид 1 лицевая петля затем изнаночная и кромочная ряд мы закончили дальше как бы я не буду вязать изнаночный ряд на камеру чтобы не тратить не свое не ваше время только скажу здесь уже как бы рисунка вырезался вот где лицевые петли вяжут лицевыми 2 изнаночные изнаночные вот эти вот накиды вот два накида середки 2 накида они провязываются лицевыми петлями все остальное вяжут по рисунку свои здесь лицевая изнаночная вот это будет лицевая это значит лицевая изнаночных будет чередование потому что у нас здесь вывязывается такой будет приятного вязать из лицевая изнаночная поэтому накиды вот эти в изнаночном ряду будут провязывать целыми петлями привязать 4 ряд дальше у нас будет 5 ряд и пятом ряду мы будем вязать уже скрещены лицевые 3 петли вместе предыдущие два ряда мы отрезали две петли вместе то теперь наклон правый наклон влево будет 3 петли вместе снимаем кромочную накид 2 петли вместе наклоном влево протяжка это вяжем опять накид опять то же самое для петли вместе наклоном влево опять накид и сейчас мы будем вязать 3 петли вместе перекрещены наклоном вправо это двери жаблик видите 1 2 как 2 петельки вот это вот она сама 3 2 петля показана перекрещенная петля я напомню держав их поэтому я так называю и плюс еще две петли который этот показывает что вот эти две петли будут лежать под вот эти перекрещенные петли что она самое главное 3 вязание она должна быть сверху вот этих двух петель точно так же как и ведь вот этот перекрещены верху если должна была быть а здесь сверху двух петель дальше у нас я показал идет накид но пока мы его трогать не будем от накид но не забудьте что его нужно сделать вот так у нас мы держим эти петли переводим 3 петли то есть даже как 2 только 3 левой спицы на правую вот мы перевели их ничего тут здесь осталось затем просто не забудьте потом на сделать накид далее вот эта петля она у нас как будет основная она будет вверху заводим эту петлю за заднюю стенку вот так вот вот сюда заводим она у нас здесь выходит мы ее снимаем и она получает перекрещенная такая как перевернута эти петли мы правы спицы переносим на левую мы хуже не поворачиваем они у нас как не вернули мы только одну потому что у нас здесь только одна скрещенная петля считается накид на здесь про него мы не забываем затем мы подхватываем все вот эти три петли и мы их как бы должны повязать за переднюю стеночку вот три петли и вот мы спицу заводим вот первую вот эту встречу петля на нас как будто как первые считает мы какими заводим спицы вот они у нас оказать спицы вот это получается что этот третий петля наказал в первое среднее на третье а 1 наказ 3 заводим вот эту и тут сюда у нас получилось что правой спицу внизу а левый наверху затем подхватываем и и протаскиваем дальше изнаночная лицевая перекрещенная на ночная лицевая перекрещенная накид изнаночная лицевая перекрещенная изнаночная стыла и перекрещенная изнаночная пакет лицевая перекрещенные изнаночные опять лицевая перекрещенная изнаночные дальше мы будем вывязывать опять три петли вместе провязывать наклоном влево перекрещенной петлей дальше у нас будет вот такой значок вот у наклоном влево вот опять эта петля она как бы сверху и две петли как показ под ней вот она видится она перекрученная петля вот мы еще будем вывязывать для этого мы вот эту первую петлю снимаем заведя спицу за заднюю стеночку мы снимаем и она перекрученная становится дальше мы вот эти две петли провязываем вместе лицевыми тут ничего тоже нет не видно то что то есть петли надо прокрутить первую петлю 1 провязали лицевой обыкновенно лицевой не перекручены и затем этот перекрученную петлю мы протаскиваем через провязанную и опять на спице получается эта петля оказалась сверху которые перекручены средний оказал а это казалось она как бы вот 3 петли вот под средней петлей и получилось что ты получил сушенок он вправо основная петля которой верхняя на ушла влево получается вот так вот влево накид 2 петли вместе наклоном вправо обыкновенно не перекрещены опять накид опять две петли вместе наклоном вправо опять накид изнаночная петля и кромочная 5 ряд лицевой мы закончили следующий нас будет шестой ряд все вяжется вот здесь как по рисунку ведь показан вот видно как рисунка так и вяжет вот эти вот два накида которые по середке они провязываются изнаночными петлями тучим ряду их эти накид провязываются своими петлями в этом ряду они тоже провязываются изнаночными поэтому у нас будет здесь получат 2 изнаночных потом лицевая потом опять изнаночная вот видите изнаночные еще одна изнаночная затем лицевая потом изнаночная лицевая затем опять 2 изнаночных вот только эти будут участвовать на проверьте 6 ряд провязали дальше у нас идет 7 ряд снимаем кромочная лицевая первые петли у нас затем накид 2 петли вместе с наклоном влево накид опять у нас этот биржаблик или как-то 3 петли вместе с одной перекрещенной лицевой петли наклона вправо вот этот накид у нас вы пока его не будем делать но его потом не забудьте обязательно можно сделать сразу переводим петли левой спицы на правую затем вот эту петлю петлю которая третье мы ее перекрещиваем заводим ее вот так за за эту стеночку и перекрещен она случилась перекрещенной дальше мы петли все снимаем обратно две петли на левую спицу переводит накид у нас здесь про него мы не забываем далее мы заводим под все три петли на спицу затем эту спицу правую переводим под левую спицу чтобы нам удобнее было прихватить нашу подхватываем нить вот здесь четко видно вот эта петля которая верхний вот а сверх получил нижний она получилась внизу а средний она получилась по середке провязали в на что и жабли дальше наступ изнаночная лицевая перекрещенная опять изнаночная опять лицевая перекрещенная дождет накид опять лицевая перекрещенная изнаночная лицевая перекрещенная накид опять лицевая перекрещенная изнаночная лицевая перекрещенная изнаночная и 3 петли вместе с одной перекрещенной наклоном влево будем ввязать двери жаблик называем снимаем петлю как перекрещенная заводим ее за заднюю стеночку переносим я на правую спицу вот она прикрестилась затем две петли провязываем вместе и протаскивает перекрещенную спицу через провязанную вот она из петля перекрещенная оказалась сверху а эти петли как будто от нее идут дальше идет накид 2 петли вместе наклоном вправо накид лицевая петля изнаночная и кромочная дальше идет нас 8 ряд изнаночный вяжет он по рисунку то есть средние накида здесь провязывается лицевыми петлями вы там контролируете схема у меня будет под видео как вы поэтому же сами смотри я провяжу ряд изнаночный ряд потом будем опять связать как вы вязали восьмой ряд дальше у нас идет ребята снимаем кромочную белый накид правильно петли вместе знакомым влево накид и опять у нас перекрещены 3 петли обе наклона вправо перекрещены петлю опять снимаем 3 петли затем поворачиваем эту петлю заводим ее за заднюю стенку поворачиваю снимаем обратно этот накид не забывайте смол пропустим уже встречу в виду моего не считает вот это нас перевернул эти петли мы снимаем переводим вправо скидь налево как обыкновенные накид держим не забываем про него и затем все эти три петли провязываем вместе подхватывая на переднюю стенку переводим вот этот пик которому схватили под левую спицу правой спицы и правой спицы подхватывая в рабочую петлю другие рабочие нить подхватили все провязали около влево нас провязан дальше идет изнаночная лицевая за заднюю стенку скрещенная опять изнаночная лицевая скрещенная накид изнаночная 4 раза лицевая скрещенная изнаночная разбила и скрещенная приз鉄 Radio фирме я считаю что на ошибиться лицевая скорейственно изнаночная четыре дальше на свет накид опять sciences креевич на и и изнаночная лицевая скрещенная рисунку видно равно изнаночной чтобы не ошибиться дальше мы будем вязать 3 петли вместе с наклоном влево 1 перекрещены заводим за первую петлю пиццу заводим и за заднюю стеночку снимаем от петлю вот она стала перевернутой перевернутой дальше мы эти две петли провязываем просто лицевыми петлями и за перевернутую петлю по продавцам через провязаны петли вот получилось на стакан влево перевернутой петли дальше нас идет накид 2 петли вместе наклоном вправо накид изнаночная петля лицевая девятый ряд провязали дальше будем вязать 10 ряд он у нас наночный ответ на закончен дальше на взлет один вперед опять снимаем кромочная дальше на цвет лицевая петля накид и опять перевернутая петля 3 петли вместе наклоном вправо опять снимаем эти три петли слева спицы на правую вот это последний петлю поворачиваем так подхватываем ее поворачиваем затем эти все здесь оставшиеся две петли возвращаем на место накид возвращаем тоже не забываем от подхватываем все эти три петли маленьких к стену чтобы удобно было провязывать и протаскиваем петлю 3 петли произойдет дальше на свет изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная накид тыловие скрещенный изнаночная лицевая скрещенная лицевая скрещенная изнаночная давай встречами изнаночная лицевая скрещенная дальше у нас дальше нас ведет лицевая крещена и затем накид опять лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная и затем опять три петли вместе 1 лицевая перекрещенная снимаю первую петлю за заднюю стенку она нас поворачивается получается перекрещенная дальше мы провязываем две петли вместе лицевой обыкновенной и протаскиваем ее через снято затем нас ведет накид лицевая изнаночная и кромочная 11 рядом провязали дальше у нас ведет изнаночный ряд 12 вяжем его к рисунку накид у нас здесь получается как лицевым петлям провязывается средний накид и как раз чередуется провязали мы 12 ряд дальше на след 13 снимаем кромочную накид 3 петли вместе 1 5 перекрещенные снимаем 3 петли на правую спицу заварай подхватываем переворачиваем ее и переводим поставки две петли опять на левую спицу затем провязываем все эти петли вместе дальше на цвет изнаночная под Schüler Desde Ред controquin петли whiskey звали скрещены изнаночные лицевая скрещена и дcm с л forward ки петли слай sina петли изнаночная лицевая скрещена изнаночная具 творится 9 изнаночная готовая парень изнаночная лицевая скрещенные изнаночная накид лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная дальше идет изнаночная и 3 петли вместе с наклоном влево подхватываем вот эту петлю за задней стенку переводим ее сюда не провязывая дальше провязываем две петли лицевыми и петли вместе и протаскиваем их через не от лицу провязала 3 петли вместе затем идет накид изнаночная и кромочная дальше идет 14 изнаночный ряд вяжем он весь рисунку и да здесь провязывая изнаночная лицевая изнаночная и так чередует все накиды провязываются на закончили мастером царят дальше у нас будет 15 15 в ряду варить внимательно что не ошибиться у нас уже будет две петли вместе не три предыдущих рядах а две дальше у нас идет изнаночная петля лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная накид провязали 14 ряд дальше вяжем 15 у нас предпоследний снимаем кромочную здесь мы будем провязывать не две петли не три петли как предыдущих рядах а две снимаем две петли на правую спицу подхватываю петлю перекрещиваем ее переводе на левую спицу вторую тоже переводим и затем провязываем две петли вместе это у нас будет перекрещенная петля две петли весь перекрещенной лицевой с наклоном вправо подхватываем и провязываем дальше у нас тут изнаночная петля лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная накид лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещена но на лицевой скрещенные значит несслево их в крещение изнаночная лицевая скрещенная накид опять лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная и две петли с наклоном влево снимаем первую петлю заводим ее за заднюю стеночку перекрещивая вторую петлю провязываем и протаскиваем через снятую это наша петля две петли вместе с перекрещенной лицевой дальше идет изнаночная и кромочная затем нас будет 16 ряд он последний на этом рапорт на будет закончить снимаю кромочная с лицевая здесь у нас изнаночные скрещеные плывая на крещaine лицевая изнаночные скрещенная на лично искрещена и накид проведен лицевой изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая. Так вяжем до конца. Изнаночная, скрещенная, лицевая, изнаночная, скрещенная, накид лицевой провязываем. но скрещенная лицевая крещены лицевая изнаночная скрещены кромочная такой интересный вырезался частью к рапорта если вы можете 2 рапорта связали то вообще по другому сегодня мы с вами узнали как вяжут и крещены лицевые 2 и 3 вместе с наклоном влево и вправо теперь вы знаете что обозначает значок я говорю в виде дирижабрика спасибо внимание ставьте лайк подписывайтесь на мой канал спрашивайте что-то непонятно всего доброго свидания